В том количестве, в котором их просили. А сейчас самый тяжелый атлет этого турнира, как, впрочем, и прошедший Олимпии, Насрель Самбати. 180-сантиметровый, 136-килограммовый атлет из Соединенных Штатов, который уже несколько лет является одним из лидеров мирового водобилдинга. В 1995-1996 году он завоевывал третье место на Олимпии. В этом году, три недели тому назад, он стал вторым. Он тренируется уже 15 лет, но вот только последние 4 года, 3,5 года, очень заметно его появление в прогрессе. Это все началось с победы на турнире Нот чемпионов. Удивительный атлет. Мне было всегда приятно с ним общаться и приятно было его представлять по одной простой причине, что вот появление этого атлета на международном подиуме, это, в общем-то, ответ многим тем, кто всегда уверял, что спортсмены, занимающиеся штангой, пау-лифтингом, бодибилдом, это люди недостаточно далекие, так как бы они нас звали. Так вот, Насрель Самбати разрушил эти домыслы. Он закончил Аугстбургский университет, он имеет ученую степень по истории, политологии, социологии, владеет шестью языками в совершенстве. Обаятельный человек, высокоэрудированный. Законителю пламя. Да, и вот вместе с тем имеют вот такие достоинства в культуре здорового тела, большого и сильного. Ну, чтобы быть ведущим культуристом, нужно не просто иметь желание, нужно иметь также большие знания в медицине, в питании правильном. И поэтому многие, как бы, думают, что главное сесть в подвал, взять штангу в руки и не выходить оттуда. Надо прежде всего развивать также еще и голову. Потому что практически все атлеты имеют глубокие познания в области питания, физиологии, строения тела. Наср единственный из спортсменов в этом году.